Приветствую вас на канале Star Life TV. В этом видео я расскажу об устройстве мира и жутких предсказаниях для Ближнего Востока в новом клипе Arctic and Asti – Вселенная. 19 октября 2023 года состоялась премьера клипа группы Arctic and Asti на песню Вселенная. Ролик практически сразу попал в музыкальные тренды Ютуба и продолжает стремительно набирать просмотры. Новое творение артистов преподносится как лирическая баллада о любви. По факту же в клипе присутствует множество символичных образов. Сюжет же его полностью строится на идее о нереальности нашего мира. Кроме того, в тексте реверса содержится зашифрованное послание, в котором могут предсказываться события ближайшего будущего. Режиссером нового клипа Arctic and Asti стал Юджин. Символизм новой работы группы начинается с неслучайно подобранной даты премьеры. Саму песню артисты презентовали 13 октября. Эта дата не только соответствует любимому числу иллюминатов, но и выпадает на пятницу, а потому именуется Днем Сатаны. Клип же вышел 19 октября, что дает отсылку к так называемому коду катастроф. На первых секундах ролика мы видим врата в рай. Когда они распахиваются и камера переносится вовнутрь, в кадре появляется Сивиль. Певица сидит среди цветов на фоне ярко-фиолетового неба. Фиолетовый цвет символизирует у иллюминатов первоначало или основу основ. Рядом с исполнительницей летают фиолетовые бабочки, являющиеся олицетворением свободы и перерождения. Сама Сивиль также одета в фиолетовый. Режиссер клипа утверждает, что ее образ соответствует прекрасному райскому цветку. Однако, когда камера показывает певицу крупным планом, она вызывает совершенно противоположные ассоциации. На лице артистки яркий макияж, а прядь волос на лбу сложена в шестерку. Шею Сивиль украшает массивное колье из жемчуга. Жемчуг олицетворяет лунное начало, его называют камнем Луны. Это в свою очередь дает отсылку к одноименному культу поклонения дьяволу. Само место, в котором находится певица, кажется сюрреалистичным. Все вокруг неестественно яркого цвета, а кроме самой Сивиль, в так называемом раю никого больше нет. В целом данная локация больше напоминает виртуальную реальность, в которую погружено сознание артистки. На следующих секундах клипа картинка резко меняется. Теперь Сивиль оказывается среди гор и снегов. Это место символизирует наш мир. Вот только вместо настоящего снега вокруг исполнительницы можно увидеть развивающуюся на ветру ткань. Таким образом, локация, в которой находится певица, снова выглядит нереальной. Параллельно с этим мелькают картинки из так называемого рая. На одной из них Сивиль показывает крупным планом, при этом в кадр попадает только один ее глаз, что подчеркивает символизм всевидящего ока. Следом певица сидит со скрещенными на груди руками, что является масонским жестом Осириса Воскрешева. Далее в клипе локация снова резко меняется. Теперь Сивиль оказывается в странном месте с красными стенами. Вокруг нее можно увидеть полыхающие языки пламени. Сама же артистка одета в красное платье, что дает отсылку к образу так называемой Красной Королевы, стоящей во главе общества иллюминатов. Кроме того, она может олицетворять багряную жену, являющуюся прототипом вавилонской блуднице. Когда Сивиль показывают крупным планом, на ее щеке заметны пряди волос, сложенные в три шестерки. Очевидно, что место, в котором находится исполнительница, олицетворяет собой преисподнюю. Таким образом, в клипе присутствуют три основные локации – рай, ад и наш повседневный мир. Именно так создателями видео представляется вселенная, о которой идет речь в тексте песни. Четвертая и самая последняя локация, представленная в клипе, ассоциируется с водной стихией. В то же время, это место напоминает небытие. Оно может давать отсылку к загрузочной программе из фильма «Матрица», в которой Морфеус рассказывал Нео об устройстве нашего мира. В клипе «Артика энтасти» это место не случайно заполнено водой. Первоосновой живого мира является именно вода. Она представляет собой некую общую для всех вещей абстрактную субстанцию, из которой все возникает и в которую все вновь превращается. Зеркальная поверхность воды дает отсылку к теории о том, что наш мир представляет собой отражение наших мыслей. Согласно этой идее, человек является одинокой частицей во Вселенной, которая, подобно с нам, визуализирует свой собственный мир. Это означает, что никого и ничего, кроме самого сознания, в реальности не существует. На протяжении всего клипа Севиль совершенно одна, что еще раз подчеркивает данную теорию. Когда певица находится в подобии загрузочной программы, ее лицо передает отчаяние и безысходность. Она лежит на водной глади, словно пытаясь поскорее заснуть и погрузиться в иллюзию. Подобным образом в клипе отражается ощущение одиночества. Периодически над головой певицы сверкают молнии. Молния дает отсылку к Люциферу. В 10 главе, в 18 стихе Евангелие от Луки говорится «Я видел сатану, спадшего с неба, как молнию». Во второй половине клипа начинают чередоваться кадры всех четырех локаций. Все это сопровождается демонстрацией известной символики. Сначала Севиль лежит на траве в позе распятия, при этом цветы прикрывают один ее глаз. Сразу после этого глаз показывается крупным планом, что в очередной раз подчеркивает символизм всевидящего ока. Затем артистка стоит со сложенными на груди руками. На последних кадрах ролика Севиль закрывает глаза, погружаясь в сон и избегая своей жуткой реальности. Помимо всего перечисленного, в клипе присутствовали моменты с обратной перемоткой пленки, что указывает на наличие в реверсе песни зашифрованного послания. При прослушивании песни «Артик энд Асти» «Вселенная в обратную сторону» нам удалось разобрать следующее. Для удобства музыка отделена от слов. «Артик энд Асти» «Артик энд Асти» «Артик энд Асти» Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok